а и здравствуйте дорогие друзья я вас безумно рад приветствовать в этой серии номер четыре из моего персонального челленджа где каждый день я выпускаю одно видео каждый день я отвечаю на ваши вопросы и если вы еще не получили ответ на свой вопрос обязательно пишите его внизу извините за страшный ветер прекрасная погода мы с вами работаем и остаемся продуктивными никогда не давайте себе оправдания я очень занят и я не могу у меня не хватает времени все это ребята личное оправдание будьте продуктивными и будьте активными поехали разбираться с вашими вопросами офигительные вопросы от наташи уфименок или уфименок и простите ради бога я иногда не туда ставлю ударение в контакте этот вопрос у нас прозвучал алексей я читала что при выпивании кофе вырабатывается кортизол который вы сказали враг гормона роста расскажите про это пожалуйста наташенька давайте мы расставим правильно точки да а смотрите две истории сейчас у нас с вами сошлись в 1 воедино во первых враг гормона роста не кортизол а враг гормона роста кто у нас вы прекрасно знаете это инсулин который вырабатывается на любую пищу особенно углеводистую и особенно белковую поэтому я не рекомендую открывать ваше периодическое голодание до 16 часов чем угодно вообще в принципе но если у вас кружится голова вы можете до 16 00 позволить себе например 3 4 5 6 грамм рыбьего жира который не будет вас выбивать из пг но при этом будет вам давать такую общую насыщенность и облегчит процессы перехода на периодическое голодание поэтому если голова у вас кружится ваш друг рыбий жир поехали разбираться с вопросами ваш враг первоочередной не кортизол ваш враг первоочередной именно а инсулин и он в случае его вырабатывания в организме полностью аннигилирует выработку гормона роста поэтому я прошу пожалуйста отодвигайте как можно дальше ваш прием пищи а кортизол это другой гормон это стрессовый гормон это гормон которого со страшной силой боятся все бодибилдеры и боятся посыпаться ребята не волнуйтесь вашим организмом абсолютно ничего страшного не будет происходить на периодическом голодании вы не потеряете абсолютно ни грамма мышечной массы и ради всего святого не бойтесь страшного катаболизма все это сказки бабушки арины видео о катаболизме вот здесь по ссылочке переходите и еще если вы ребята не знакомы с тем что такое инсулинорезистентность вам тоже по ссылке сюда поэтому наташенька ваш вопрос кофе не вызывает выброс кортизола кофе некоторые ребята спрашивают может быть она вызывает выработку инсулина который является главным врагом вот это будет более корректно заданный вопрос но даже здесь я отвечу вам нет кофе не будет вызывать выработку инсулина почему спрашивают ребята ведь в кофе есть калорий конечно если вы будете кушать кофе ложкой это будет давать вам огромное количество калорий да кто это делает вы же не смотрите фильм фредди крюгер да помните там была сцена тот кто помнит там девочка ела ложкой кофе чтобы не уснуть ребята но мы не про это когда вы завариваете свежий молотый кофе нормальная доза на чашку эспрессо или на нормальная доза для того чтобы получить до напиток у вас 8 10 12 грамм непосредственно молотых зерен и в эти 10 12 грамм завариваете то есть у вас вся гуща остается внизу в чашечке или у фильтре ки или где бы вы не пили кофе поэтому когда вы пьете ваш кофе ваших там 50 граммах если это будет крепкий эспрессо либо если вы делаете американо или лунга пускай это будет 100 или 150 миллиграмм вы не получаете фактически никаких калорий две три четыре калорий вы получаете в 200 граммах кофейного напитка это вообще проходит под радаром и никаким образом не будет стимулировать выработку вашего инсулина то что для организма это фактически не ощущаемая доза вы не кушаете кофе ложкой и когда вы пьете вы его собственно не жуете вы пьете отвар и точно так же как отвар из трав который я рекомендую а например в вечернее время я очень рекомендую пить отвар из ромашки например а если вы делаете 48 веществое голодание ромашка вообще показана она потрясающе успокаивает и очень круто влияет на ваш жкт и на отвод желчи очень круто и при этом она не поднимает уровень инсулина почему потому что это отвар и вы не кушаете непосредственно сами зерна или в этом случае цветения огромное вам спасибо наталья за вопрос ребята как всегда все вопросы пишите под видео обязательно подписывайтесь на канал нажимайте здесь звоночек все видео которых я говорю ссылка на них будет здесь ребята огромное вам спасибо за офигительные вопросы и мы двигаемся только вперед